Все причины долголетия долгожителей планеты. Можно ли в наши дни прожить здоровым человеком более 100 лет? Я написал статью, и сейчас я просто ее распечатал и вам зачитаю с некоторыми дополнительными, возможно, экспромтом по ходу зачитывания, комментариями моими. Я в этом видео поставлю тему долголетия и отвечу на все главные вопросы, поясню все причинно-следственные связи, заблуждения людей и отвечу на вопросы следующие. Итак, первый, почему долгожители прошлого так долго жили? Разберу по пунктам. Второе, почему теперь в наши дни столько прожить не получится? Третье, как в наши дни прожить дольше и качественней, насколько это вообще сейчас возможно? Итак, на долгожителей прошлого не действовало так много негативных факторов воздействия, которые действуют на всех людей в наши дни. Уже с начала 20 века экологическая обстановка стала ухудшаться, стало развиваться промышленное сельское хозяйство с применением удобрений и химических средств, обработки урожаев от предителей. Промышленный рост фабрика заводов стал загрязнять воздух и почву на огромных расстояниях от себя. Все причины абсолютно объективны. Если в 19 веке только в местах особо вредных производств были очаги болезни и ранних смертей от них, скажем, как в известном цеху по производству свинцовых белил, который описывал, например, Геллеровский в своем произведении «Мои скитания», когда крепкие, сильные люди, порой богатыри, просто за год-два попав туда и оставшись там, умирали от рака желудка и других форм онкологии, которые он так ясно описывал, то к концу 20 века добавились такие факторы массового воздействия, которых не было 10-20 лет до того, а масштаб воздействия захватил уже и малые населенные пункты, кроме разве самых труднодоступных деревень. К тому же многие люди перестали выращивать пищу сами, а все больше стали ее покупать в магазинах, а там продукты надо как-то сохранять, потому стали со временем их еще и обрабатывать, покрывать снаружи всякими пропитками и покрытиями, а люди это ели. А также были изобретены разные консерванты для продуктов переработки, которых стало в разы больше, чем просто обычных продуктов. В пище стало гораздо меньше витаминов, минералов и других жизненно важных элементов, но все больше тяжелых металлов и других ядов. С 21 века добавились массово еще и более страшные пагубные факторы, например, ГМО-продукты, то есть трансгенные организмы, диоксины, бисфенол-А, пластик заполонил моря и океаны, люди стали пить воду из пластиковых бутылок, микрочастицы пластика и другие отравляющие вещества находят уже в горных ледниках и подземных источниках, а также в Антарктиде, что доказывает абсолютно то обстоятельство, что уберечься в полной мере в наши дни от всех антропогенных воздействий невозможно, потому и продолжительность жизни будет ниже уже в самом скором будущем. Самая страшная беда 21 века – это ВЧС-ВЧ-излучение, которое теперь даже в малых деревнях есть у всех, ну хотя бы в виде сотовых телефонов и сотовых вышек-ретрансляторов. В итоге неизбежно все болезни стали молодеть, болезней стало по количеству больше. Меня даже спрашивают, а как объяснить тот факт, что уже даже у грудных детей есть разные формы рака, хотя эти дети пьют только молоко своих матерей. Ужас, не правда ли? Кстати, я отвечал на этот вопрос «Почему?» в том числе. Вот в моем видео в «Ответах на вопросах» часть 18. К тому же люди стали меньше трудиться на земле или вовсе перестали. Искусственная жизнь поглотила два последних поколения людей, и теперь долгожителей будет все меньше. Но не сразу. Еще живы те, кто родился в 10-е, 20-е, 30-е годы. Они сформировались в те годы, когда еще была чистая вода, воздух и еда. Многих вредных факторов воздействия на организм тогда еще не было. Генетика тогда еще была крепкая. А вот у их детей уже более слабая. А у внуков и правнуков тем более за редчайшим исключением. Потому это наличие долгожителей и даже их рост в некоторых регионах планеты в наши дни вводит в заблуждение тех людей, кто успокаивается тем, что этот рост имеется. И противоречия здесь нет. Это последние отголоски тех здоровых поколений, которые еще живы и составляют нынешних бабушек и дедушек, кому сейчас 90, 100 и так далее лет. Но этот рост есть не везде. Он есть в наши дни там, где люди ведут активный образ жизни и еще на относительно здоровой чистой природе живут. И едят продукты, как привыкли есть в 30-40-х годах, скажем, среднеземноморский тип питания на Сардинии, в этих вот примерно регионах. Или у старшего поколения на острове Окинава в Японии. У тех людей, кто еще по привычке, по традициям питается так, как питались их предки, но не так, как питаются новые поколения. И там в них, в новых поколениях, у тех же японцев, у тех же жителей Средиземноморья продолжительность жизни падает, заболеваемость раком растет. И это вполне объективные причины, о которых я здесь тоже досконально поясняю. Хотя у меня видео о раке были. А посмотреть их непременно. Это самая страшная беда и будущее человечества. Вот если мы кардинально не изменим нашу жизнь и не примем хотя бы меры личного характера, которые мы можем принять уже сейчас, о которых я тоже дальше расскажу. Итак, продолжаю. Минуту моей рекламы. Качественной, уникальной и очень нужной всем продукции от Фролова. Понимает тот человек или нет, от этого суть не меняется. Я рекомендую всегда иметь с собой и дома в аптечке вот этот спрей для носоглотки. И вот почему. Он лечит насморк, сопли, заложенность носа. Но это не главное. Он снимает зависимость от сосудосуживающих препаратов, на которых миллионы людей сидят годами. А значит, снимает сухость слизистой. И перспективу заработать полипы в носу. А еще это защита от вирусов. Просто перед походом в общественные места брызгайте и нос, и горло. Давайте его с собой детям в школу. Берите везде и всегда. Защитите себя от ангин, ОРЗ и ОРВИ. Подробнее о нем вы можете посмотреть вот в этом видео. Ссылка в описании. А еще в данной линейке препаратов, созданных учеными Новосибирского Академгородка, гель для суставов глубокого проникновения для регенерации хрящевой ткани межсуставной жидкости, который лечит артриты и артрозы. Также хочу вам предложить гель-сорбент для кишечника, который очищает кишечник и нормализует его работу. А еще вот этот уникальный гель и крем глубокого проникновения для омоложения кожи. Все эти препараты не имеют аналогов в мире. Ни в Швейцарии, ни в Японии нет ничего подобного. Ссылки на эти 4 видео об этих 5 продуктах я дам вам в описании под этим видео под номерами 1, 2, 3, 4. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, масла, все то, о чем я говорил и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи, вы можете на нашем сайте надгард.ру. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если что, у нас открылся новый сайт по крупным злакам и бобовым культурам, только по BioOrganic сертификатами. Ссылочку на этот сайт тоже оставлю. Итак, продолжаю. Да, медицина тоже внесла свою лепту в продолжении жизни, я знаю, что вы об этом скажете. Но уже началась обратная картина, и ее видят только единицы. Уже поколения 50-60-х годов живут не столько, сколько могли прожить, и сколько жили их родители, тем более деды и бабки. А их дети уже нередко умирают в 35-40 лет от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Как только поколения, родившиеся в 50-60-х, будут уходить, эту тенденцию по снижению продолжительности жизни увидят уже многие. А долгожителями тогда будут считаться те, кто проживет лет 80. Есть неоспоримые факты того, что срок жизни людей, родившихся 200-250 лет назад, был, разумеется, у отдельных людей и локальных групп, вроде Лирикского района Азербайджана, скажем, у талышей, да, по 130-150 лет. На эту тему у меня было много видео. Есть целый плейлист, еще раз повторю, на моем YouTube-канале, про долголетие, долгожителей. Ссылку дам обязательно под видео. Если у кого-то уже начнутся протесты, кто-то скажет о приписках возраста и тому подобное, тогда скажу сразу. Если вы захотите реально разобраться, а не замылить себе глаза, отмахнуться и глупости сморозить, вот если вы хотите полное, стопроцентное, абсолютно неопровержимое доказательство, что это было так, посмотрите мое видео про Махмуда Эйвазова, который прожил 152 года. И в этом видео вы услышите, увидите абсолютные доказательства, что это истина. Идем дальше. А вот до просмотра этого видео про подобные глупости, что это все приписки и столько люди не жили и не живут, не говорите. Договорились? И еще запомните, так называемая генетика составляет не более 30% от всех факторов причин долголетия. К примеру, советский российский ученый-академик Федор Григорьевич Углов, которого я лично имел честь знать, прожил 104 года. Но его отец умер в возрасте около 50 лет, а мать в возрасте около 70 лет. И в роду у него не было долгожителей. Другие примеры я приводить не буду. Скажу только то, что обыватели называют генетикой. Это на самом деле питание и образ жизни, который закладывается в семье, с которым растут и который принимают и передают уже своим детям. Те самые долгожители в своем роду. Пока существует эта преемственность и пока условия среды и жизни у них не меняются. То есть пока есть стабильность, как, скажем, было у народа хунзи в Пакистане. Сейчас и там продолжительность жизни резко падает. Ну а теперь по порядку первый пункт это. Почему так долго жили люди в прошлом? То есть каковы причины их долгой жизни? Первый фактор. Стабильные условия их жизни. Труда, досуга. Ежедневно. Из года в год. Из поколения в поколение. Это очень важный фактор. Второе. Но я не по приоритетам говорю, а просто подряд. Здесь все факторы важные. Но я, пожалуй, акцентирую, какие самые из них. Второй. Чистый воздух. Горы или леса это не так важно. Важно другое, чтобы воздух был без вредных химических отравляющих веществ. Но в глуши такой воздух, в общем, есть. А главное, это насыщенный свободными электронами воздух. Как это есть у водопадов или в хвойных лесах. Там есть так называемый эффект переноса свободных электронов. Это очень важный фактор. Забыл здесь записать, но скажу, что сейчас в нашей жизни один из вреднейших факторов. Это накопление статического напряжения. Посмотрите мое видео про заземление, и вы поймете. А раньше люди либо в лаптях, либо босиком, ну, в общем, ходили так, что имели связь с природой. И тем более, эти долгожители, сверхдолгожители, все жили на первом этаже. А у многих были земляные полы. Это очень важный фактор. Третье. Вода. Не просто чистая вода, то есть без вредных химических примесей. А вода мягкая, то есть без солей жесткости. К примеру, без карбоната кальция. Но главное, с отрицательным ОВП и наличием в воде избыточного количества молекулярного водорода. И с иными важными физико-химическими свойствами, о которых я подробно рассказывал в многочисленных своих видео. Дам вам две ссылки на физико-химические свойства воды. И последнее видео на уникальный прибор. А зачем на него, скажу сейчас. Скажу наперед, что сейчас нет таких источников, у которых и обнаружены эти, когда-то были центры сверхдолгожителей прошлого. В наши дни единственная возможность пить такую воду, близкую к ней, к идеальной воде, которая по физико-химическим свойствам почти идентична клеточной нашей воде. Это ее изготовление с помощью специальных приборов генератора водорода и свободных электронов, лучший из которых и главное абсолютно безопасный, что тут самое важное, что люди не учитывают. Это, конечно, вот этот прибор Неопен. Ссылка будет в описании, разумеется. Как его можно купить и где. Четвертый фактор – отсутствие стрессовых ситуаций. У этих сверхдолгожителей жизнь была подчинена стабильному распорядку. Будь то жизнь, скажем, в горах Абхазии или Азербайджана, или как у последнего из магикан, вроде художника Зиновьева в его городской квартире в Москве. У них всегда были крепкие нервы. Пятое – физическая активность. С утра до вечера никакого сидения, лежания на диване и просмотра телевизора, сами понимаете. То есть бодрствование и сон. Все. Активный труд. И труд, как правило, на земле. Шестая группа факторов – питание. Это один из самых главных факторов. Вот вода на первом месте, питание на втором. Правда, в наши дни более всего отрицательным образом влияет на нас с вами именно вот обстановка электромагнитного смога. Итак, сверхдолгожители никогда не переедали. Многие не ужинали, ели один-два раза в день, не ели на ночь. Еще раз, многие вечером вообще ничего не ели. Суворов был прав – ужина, дай врагу. Ели простую пищу, и главное, свежую, и ту, что выращивали сами на своих участках. Ели много зелени. Больше всего долгожителей именно там, где почвы были, на которых выращивали еду, богатые всеми микроэлементами, какие только могут и должны быть в почве, а значит, потом и в растениях. Ну, а потом, соответственно, в организмах людей, кто ест эти овощи, зелень. А это либо лесовые, так называемые, горные террасы, когда горные породы ветер разрушает, и микрочастички полевые откладываются на подветренных террасах в виде такого, ну, сухого ила, назовем это так. Или это заливные пойменные луга, где то же самое, но приносит вода по весне, понятно, да, при разливах. Они почти не ели мясо. Это факт, не спорьте с этим. Сверхдолгожители почти не ели мясо. Кто-то вовсе и никогда, как та же бабушка из Азербайджана, можете не удивляться, которая живая сейчас, ей 131 год, вот одна из последних магикан горных районов. Посмотрите вот это мое видео. Ну, ссылка, разумеется, будет дана мною в описании. Так вот, живая пища, нетермически обработанная, составляла в их рационе не менее 60-70%. Ели они очень мало сладкого или вовсе не ели. И если было что-то сладкое, то это был только либо натуральный мед, либо, соответственно, или ягоды и фрукты сезонные, которые они сами собирали или выращивали. Основная их пища составляла овощи и зелень, орехи. Ну, и в различных регионах что-то из злаков или псевдозлака, вроде пшена или маиса, то есть кукурузы, риса, но только не современного, промышленного, а древних сортов типа басмати, где, кстати, нет обычных, а есть именно резистентные крахмалы. Это огромная разница. Не буду сейчас об этом говорить, ведь иначе видео будет слишком длинным. Есть такое мое видео, и вы можете его посмотреть про резистентные крахмалы. Хлеб ели без дрожжей, цельнозерновой, но мало и только свой. Раньше, еще давным-давно, была вообще другая технология его выпечки, а были и бестемпературные способы его изготовления. По мере введения их детьми и внуками химической промышленной пищи в рацион своих бабушек и дедушек, ну, как бы для блага, чтобы вроде вкусно угостить своих любимых предков, их продолжительность жизни стала резко сокращаться, если их предки жили по 130 лет, то они, начав получать этот прикорм, назовем его так, стали жить уже 100-110 лет, а их дети при таком питании 80-90. Эти факты подтверждают и сотни подобных писем мне, приходящих под мои ролики тематические о долгожителях, вот с историями точно такими же своих предков, о которых писали мне те или иные люди. Пора бы уже понять фантазерам, которые оправдывая и успокаивая себя, понимая, что долго они, ну, не проживут из-за своего питания, образа жизни, но вот несут такую чушь, что, мол, мой дед ел, пил, что угодно, курил и прожил 90 лет, ну, хватит уж глумиться над здравым смыслом, над разумом человеческим. Прекратите уже позорить звание человека разумного. Неужели не очевидно вам, что если бы ваш дед не пил, не курил и ел бы адекватно питался, вредные бы факторы на него никакие не действовали, то жил бы он на 20, 30, 40 и более лет дольше, чем прожил. Я понимаю, что для вас 90 лет это что-то несбыточное, это так будет скоро и 80, а может быть даже и 70. Но это не означает того, что 90 это много, и к тому же вы уже столько не проживете и даже не надеетесь на это. Тем более, если вы пьете, курите и едите что угодно. Ну, о чем вы говорите? А вот своим уже детям вы готовите еще меньший срок жизни, если вы пьете, курите и едите что угодно, так как вы им портите генетику, как вам уже ее подпортили ваши отцы. Хватит и экологии на нас с вами, а вы еще стараетесь. Ну, пора бы очнуться уже и взяться за ум. Седьмое. Генетика. Генетика, дорогие товарищи, это не что-то генетика мистическое. Это программа, точно передающаяся из поколения в поколение в роду, которая из-за стабильности фактора воздействия была неизменна. При отсутствии сбоя программы от негативных факторов влияния, которых больше и больше с каждым годом. И теперь, да, и генетика изгаживается, и поэтому это тоже фактор. Но это 20-30%, но 70% это иные те факторы, о которых я вам сказал. Каждый из которых объективен. Второй теперь глобальный пункт. Почему в наши дни столько не прожить? То есть перечень причин. Хотя вы уже многое поняли, но давайте это сведем в некие пункты. Первый. Химия в быту, одежде, в почве, в воздухе, а значит и в продуктах питания, и в воде, и в организме. Ну, а химия влияет на весь наш организм, на обменные процессы, и, конечно, на образование онкологических опухолей. Вторая. Синтетическая еда. Трансжиры. Переработанная еда с красителями, консервантами, улучшителями, разрыхлителями. Ну, в общем, понятно. Третье. Много мяса и других продуктов животного происхождения едите, товарищи. Не ели наши предки три раза в день мясные и иные продукты животного происхождения. Кто-то вовсе не ел, а кто-то, если соблюдать даже христианские те праздники, которые настоящие, те еще христиане соблюдали, 200-300 и так далее лет назад, так это было 300 дней в году были запреты. Так что вот имейте это тоже в виду. А вот если вы захотите понять, еще кто не в теме, что такое продукты высокомолекулярные белки, вот эти животного происхождения в первую очередь, как они влияют, что такое реакция антигена-антитела с образованием кадаверина, патрицина, то есть гнойных токсинов, трупных ядов, что это есть первая причина, основная онкология, как раз помимо других объективных факторов. Смотрите такие мои видео, как первое, раздельное питание. Там я подробно поясняю процесс вот расщепления белков и сборки белков у нас в организме и что происходит вот в середине этого пути. И мое видео с таким ироничным названием «Мясо надо есть». Четвертый пункт. Обжорство, избытки калорий и сахаров. Это убивает человека и ускоряет его обменные процессы, ускоряет износ организма и, соответственно, приводит к более быстрому старению, преждевременной смерти и онкологии. Пятое. Малоподвижный образ жизни. Наличие стрессов. Нестабильный образ жизни. Все это очень важные факторы, усугубляющие прочие факторы. Шестое. Вода из-под крана, химическая вода, мертвая, без энергии. К тому же жесткая вода. И уж я не говорю, если там есть какие-то примеси разных таких газов, как сероводород или наличие тяжелых металлов или хлорки. Но сами понимаете, у меня есть несколько видео о воде важных. Например, какую воду надо пить. Там про обратный осмос и так далее. И главное, вот это последнее по дате выхода на моем канале, видео о воде в плане живой водородной воды. Эталонной воды для нашей клетки. Ну и седьмое. Дефицит. Тотальнейший дефицит питательных веществ, витаминов, жирных кислот, микроэлементов и так далее. Тотальный. Кстати, если вы захотите понять, почему тотальный дефицит в наши дни микроэлементов, минералов в почве, почему почвы бедны, а значит и продукты, выращенные на них, даже если это продукты органические, посмотрите мое видео «Лес и почва». Идем дальше. И переходим к третьей крупной части. Как же тогда в наши дни прожить дольше и качественнее? И возможно ли это вообще в наши дни, коли все так плохо? Скажу наперед, что да, возможно, конечно, не так, не дойти до того эталона. Для этого нужна абсолютно чистая планета, чистые мысли, помыслы, труд, нормальная жизнь, правильное питание и много других факторов. И еще, чтобы прошло 3-4 поколения. Тогда те люди смогут. А пока, если вы хотите прожить дольше и здоровее, ну лет до 90 или до 100, а может быть повезет, если вы будете, ну, очень серьезно заниматься своим здоровьем, образом жизни, менять образ жизни на позитивный, тогда может быть и больше. Итак, первое. Воду пить надо после обратного осмоса, тем более, если вы в городах живете. Родники, запомните, не все хороши далеко. Это тоже не нужно как мантру воспринимать. Родники что-то святое. Родники могут быть из помойки, из каких-нибудь полигонов. И родники могут быть, на самом деле, верховодкой. И неизвестно, какой там состав. Все вы их проверяли, что ли, на полный анализ? Отдавали в лаборатории? Нет, конечно. Так вот, проще всего система обратного осмоса. И не покупайте бутылки, не плодите пластик в мире. Потом ее нужно генерировать, в идеале нужно, в приборах, генераторах водорода и свободных электронов. Как раз вот то, о чем я говорил, вот в этих. Ну, можно настоять на шунгите, там, на кремнии. Это все понятно. Тогда сначала перелейте в банки, там, допустим, трехлитровые, настаиваете 2-3 дня, на шунгите, там, кремнии, а потом заливаете в генератор персональный, например, генератор водорода и свободных электронов. И там уже тогда будет вам великолепная, живая, уникальная вода. И не просто там вот этот примитив, я говорю о, так сказать, кислотной или щелочной, то есть, PH составляющей. Это все вообще ни о чем. Это не так важно. Важно другое, о чем я уже, впрочем, говорил. Вот это продлит вашу жизнь тогда лет на 20-30 при прочих равных факторах. Вот только этот фактор. Это очень важно. Ну, про видео уже сказал. Второе, принимать необходимо в наши дни. Жизненно необходимо биодобавки, натуральные, конечно. То есть, концентраты питательных веществ из суперпродуктов, или их так называют еще суперфудами. Это хлорелла, водоросль, спирулина, но только дикие, категорически неполученные в лабораториях. Где такие купить, вы спросите. Ссылка будет под видео этим, которое вы сейчас смотрите. Фукус, конечно. Вот это мое видео, о нем последнее посмотрите. Нужно проходить два раза в год антипаразитарную программу. Это тоже большая проблема в наши дни. Витамин D3 принимать, цинк, селен, пожилым людям, и Q10, чтобы больше энергии и сил было, хотя, впрочем, уже лет 40. И гинго-белобы, чтобы память лучше была. Обязательно всем людям принимать витамин С, но только не синтетический, уж лучше тогда никакой, а только натуральный концентрат из растений полученный. Вот есть такой единственный в мире, произведенный компанией Dualife. Мы ее представляем. Это единственный на планете, вдумайтесь, действительно это так, органический, концентрированный витамин С. Вот его и принимайте. Потом, такие антиоксиданты, как дегидрокварцетин, Т8-экстра, это такие полипринолы из пихтовой хвои, куркуму с черным перцем, но только не любую, потому что название куркума, а по сути своей, чтобы пигмента куркумина там было, ну, в идеале, вот 10,5% это максимум, в индийской, напомню, в лучшей, 1,5%, а вот в этой, из одной провинции Кабоджи, 10,5%. Это совершенно другая эффективность, и тем более с черным перцем, выращенным там же. В моих лекциях есть все ответы, а добавки все, какие необходимы, есть на нашем сайте nadgard.ru. Третье, переезжать, кто может, на землю, подальше от городов. Ну, а кто не может, ставьте системы фильтрации, обязательно заземления, ультрафиолетовые стерилизаторы. Четвертое, нельзя есть сахар и сладкое, перейдите в идеале на веганскую кето-диету, кето-питание. Пятый пункт, категорически исключить любое мясо, сыр, творог и молоко, ну, жиры молочные, сливочное и топленое масло можно, а вот молочные белки, концентрат, то есть козин, нет категорически. Подробно изучите это в моих лекциях, а также посмотрите мои видео, какие продукты есть нельзя, а какие продукты есть можно. Это видео называется, а что же тогда есть? Вы получите исчерпывающие ответы на все вопросы. Шестое, проходить профилактический маркерный курс защиту от рака и других, в том числе доброкачественных опухолей. Но вот в идеале два раза в год, хотя бы по два месяца к ряду, два раза в год. Напомню, что вот этот набор, он рассчитан на три месяца, стандартную, то есть схему применения. На сайте у нас все это есть, ссылка на набор тоже на этот будет дан на маркерный курс. И внимание, если у вас есть хоть малейшее подозрение на наличие накопления в организме тяжелых металлов и радионуклидов, то вот этот набор будет вам как раз нужен для выведения из организма тяжелых металлов и радионуклидов, это возможно. Дорогие друзья, если вы мне благодарны за мои видео, за те знания, которыми я делюсь с вами, за мое время, которое я трачу на создание данных видео, то если уж вы не покупаете мои продукты, товары, приборы, то по крайней мере будьте благодарны настолько, чтобы хотя бы оставить комментарии под этим видео, ведь большое количество комментариев продвигает ролик в ютубе. И напишите, какие темы вы хотите, чтобы я осветил своих будущих видео. И посмотрите вот это последнее, которое я на сегодня рекомендую в видео, как вывести тяжелые металлы и радионуклиды из организма. Ну и, конечно, физическая активность, распорядок дня, хороший позитивный настрой, ну и структурированное выполнение всех планов. И, в общем-то, и все. Это основное. Все подробно вы найдете в моих лекциях. Не ленитесь их смотреть. Они жизненно необходимы. Понимают отдельные люди того или нет. Ну а кто понимает, а таких людей много ценят. Ну, они найдут ответы, у них будет, соответственно, знание. То есть, есть такая пословица «предупрежден, вооружен». Ну вот теперь вы вооружены знаниями. Разумные люди не будут повторять глупости за другими для самооправдания, для того, чтобы поддержать свои слабости, привычки, пристрастия. Любой ценой даже глумление над здравым смыслом. И, соответственно, возьметесь за ум, ну, кто, конечно, хочет прожить дольше и здоровее при этом. А это, естественно, ну, звенья одной цепи. Старый, пожилой человек не значит больной. А то, что многие из них больны, так это они наработали своей жизнью. Генетика у них крепкая, запас прочности и сил огромный. Но столько факторов действует, что даже их могучие организмы еще с той прошлой генетикой, которой сейчас у молодых уже нет, все равно, так сказать, пробуксовывают и уже болезнями организм. Настолько поражен, что они малоподвижны. И вот все то, о чем вы говорите, представляя себе старых людей где-нибудь в домах престарелых, с Паркинсоном, Альцгеймером. Но это неестественно. Это совершенно не значит то, что и вы таким будете. То есть будете, если вы ничего не измените в своей жизни. А если измените и все то, о чем я говорил, примете в свою жизнь, то тогда этого с огромной долей вероятности не будет. Ну вот, пожалуй, и все на сегодня. Обязательно поделитесь ссылкой на данное мое видео со своими друзьями, товарищами, коллегами, близкими. Возможно, кому-то это мое видео поможет. И вы сделаете хорошее дело. Ссылки на все важные видео, о которых я говорил в той или иной связи или не говорил, я оставлю в описании под этим видео. Вот таким образом вы сможете их открыть на компьютерах или на смартфонах. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, все то, о чем я говорил и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи, вы можете на нашем сайте nadgard.ru. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платежные системы отключены и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь, вы спокойно оформляете заказ, с вами свяжутся и вы оплатите спокойно представителю нашему в другой стране, в европейской стране. Поэтому спокойно оплатите, а мы вам спокойно вышлем, если работает почта России у вас, наш товар, ваш заказ, вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok